Последствия такой хромоты приводят к инвалидности. Богдана из Севера Донецка поразила редкая болезнь. Она разрушает суставы бедра. Медики запретили ребенку ходить. Чтобы поставить мальчика на ноги, харьковские врачи провели операцию. Насколько успешно? В Питере наши корреспонденты. Соблюдать больничный режим активному Богдану крайне сложно. А ведь ему придется провести в гипсе несколько месяцев. И еще год на костылях. Я плакала. Когда операцию сказали, надо делать. Потому что он не хотел. Им это было неожиданно. Тебе же объяснили, для чего он нужен? Ну да, чтобы я ходил. Если я не буду ходить, то с кастериной на ледное кресло пересяду. Татьяна уверяет, сын был совершенно здоров. Но однажды утром не смог подняться с постели. У меня ребенок хромает, и я не пойму, в чем дело. Я настояла. Просто он в 6 утра разбудил нас, плачем. Он не мог вообще на ноги встать. В больницу отец принес его на руках. Врачи диагностировали болезнь Пертеса. Недуг размягчает и разрушает тазобедренный сустав. На этих рентгеновских снимках отчетливо видны последствия. Это вот здоровая, это пораженная головка бедренной кусти. Пришлось уволиться с работы. Вот мы встали на костле, ему было 5 лет. Ногу могла спасти только операция стоимостью свыше 10 тысяч гривен. Однако за два года семья из Северодонецка собрала лишь третью часть суммы. Наши медицинские учреждения, это касается не только нашего института, но и любого другого. Финансируется недостаточно. И родителям приходится покупать самим медикаменты для того, чтобы обеспечить операцию. Также металлоконструкция. Помощь в этом оказал фонд Рината Ахметова. Татьяна обратилась в гуманитарный штаб Рината Ахметова, который уже четвертый год поддерживает детей Донбасса. И вот мы обратились. В течение недели, наверное, мой вопрос был решен. То есть операция сама, как они уже говорили, пошла удачно, то есть как-то без осложнений. У меня ребенок будет полноценно ходить. Даже если и будет чуть-чуть подхрамывать, то это будет не настолько опасно. Поэтому мне страшно подумать, если бы я не приехала сюда, и разрешение вот этой забедренной кости могло бы дальше идти. В перспективе, когда все закончится, то есть это, вероятнее всего, то есть нормальная полноценная жизнь у ребенка не хуже, чем у обычных здоровых детей. Через год хирурги достанут корректирующую конструкцию, и после восстановительного лечения мальчик сможет забыть о костылях. Юлия Меншакирова, Анна Бравко, Игорь Лукашев. Для сегодня канал Украина.